МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Подарки в честь праздника. 10 тысяч карагандинцев и жителей области получат материальную поддержку от государства в честь праздника дня первого президента страны. Школьники и студенты Караганды попробовали себя в роли чиновников. Они заняли их кресло Акимов и их заместителей и попытались разобраться в городских проблемах. От золотого человека до современности. Выставка достижений Карагандинской области. Во Дворце культуры горняков в рамках 25-ти звездных дней открылась историческая выставка. 1 декабря казахстанцы отметят день первого президента. В честь праздника около 22 миллионов тенге получат порядка 10 тысяч карагандинцев и жителей области. Кроме того, уязвимым слоям населения будет оказана помощь в виде продуктовых корзин, благотворительных обедов, акций и ярмарок. Об этом на совещании в Акимате области рассказал руководитель управления внутренней политики Нурлан Рыстин. Согласно разработанной концепции, ко дню первого президента установят флаговые конструкции на площади независимости. В области в праздничные дни состоятся более 300 мероприятий. Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 27 ноября. Материальную помощь на сумму порядка 22 миллионов тенге получат более 10 тысяч человек с вручением подарков, продуктовых наборов, памятных сувениров, оказанием материальной помощи. Непосредственно в дни праздники повсеместно пройдут массовые народные гуляния, концерты. Будет обеспечен доступ населения ко всем объектам культуры и спорта. Во всех учреждениях образования пройдут классные и кураторские часы. В рамках празднования дня первого президента в области пройдут 10 сельскохозяйственных ярмарок. Жители области смогут купить продукцию по сниженным ценам. Кроме того, в преддверии праздника в регионе состоятся торжественные собрания с чествованием заслуженных тружеников разных сфер. Так, в Утауском районе состоится церемония открытого детского сада. В Нуринском районе открытие овощих хранилища на 8 тысяч тонн. Также в Каролинском районе состоится церемония открытия сельского клуба и спортивного комплекса. Глава региона поручил провести предстоящий праздник на высшем уровне. По словам Акима области, чиновники не должны путать плановые мероприятия и праздничные. В дни праздника особым вниманием должны быть окружены соратники первого президента Республики Казахстан, ветераны войны и труда. Одной из важнейших характеристик предстоящих мероприятий должна стать их социальная направленность, обеспечивающая улучшение благосостояния, социально-экономического самочувствия наших сограждан. Особое внимание Аким поручил обратить на малообеспеченные семьи. Помощь им должна быть не ради галочки, а действительно полезной. В чем преимущество получения гарантии от Фонда гарантирования жилищного строительства? На этот вопрос отвечали участники совещания по разъяснению механизма гарантированного долевого участия в жилищном строительстве. Совещание состоялось в областном Акимате. С 10 октября нынешнего года вступил в силу закон о долевом участии в жилищном строительстве. В рамках данного закона Фонд гарантирования жилищного строительства призван обеспечить стабильность и эффективность системы гарантирования долевого участия в жилищном строительстве, защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантированного случая, а также стимулирование рынка долевого жилищного строительства. Обо всем об этом рассказали в областном Акимате. Теперь для дольщиков тоже появляется новый вид гарантии. Это гарантия завершения строительства. Мы, как фонд гарантирования, государственная организация, которая берет на себя обязательства по завершению строительства при наступлении гарантийного случая. Таким образом, для дольщика теперь появляется стопроцентная уверенность, что либо застройщик, либо государственный фонд завершит жилой дом и передаст долю дольщику. Новый закон подразумевает три способа привлечения денег дольщиков через получение гарантии фонда, финансирование банком второго уровня и привлечение дольщиков после возведения каркаса жилого здания. Для застройщика второй, третий вариант немножко не совсем выгоден. Во-первых, участие в проекте в БВУ, это сейчас многие банки не совсем охотно кредитуют строительный сектор. Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса, это получается 50-60% стоимости дома нужно за свой счет поднять. И только после этого Акимат подается заявка в Акимат и Акимат может разрешить привлечение денег дольщиков. Поэтому мы считаем и в целом комитет по делам строительства при разработке закона определял, что первый способ через получение гарантии это будет наиболее действенный способ, который должен по всем правилам заинтересовать застройщиков. Новый законопроект разрабатывался около четырех лет. После того, как глава государства в 2012 году дал поручение обеспечить защиту казахстанских дольщиков от неблагонадежных застройщиков. Организаторы совещания признали, что подавляющее большинство долевого строительства приходится на Астану и Алматы, но выразили уверенность, что с ростом экономики долевое жилищное строительство будет развиваться и в регионах. Андрей Тенулжас, Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Остался один месяц. 23 декабря заканчивается срок подачи декларации для легализации имущества. Срок подачи документов для предъявления недвижимости заканчивается 30 ноября. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев провел селекторное совещание по вопросу проведения акции по легализации имущества и денег. На сегодняшний день комиссиями при Акиматах Карагандинской области удовлетворено 679 заявлений на сумму легализованного имущества 10,9 миллиардов тенге. 22 ноября Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев провел областное селекторное совещание по вопросу текущей ситуации по проведению акции по легализации имущества и денег. По состоянию на 18 ноября текущего года комиссиями при Акиматах принято 1217 заявлений на легализацию имущества. Из них возвращено 538 заявлений, удовлетворено 679 заявлений на сумму легализованного имущества 10,9 миллиардов тенге. По 679 заявлениям легализовано 717 объектов. Из них 94 жилых объекта на сумму 1,2 миллиарда тенге и 623 нежилых объектов на сумму 9,7 миллиардов тенге. Органами государственных доходов всего принято 432 специальных декларации на сумму 74 миллиардов тенге. Срок подачи документов для предъявления недвижимого имущества, находящегося на территории Казахстана, заканчивается 30 ноября. Срок подачи деклараций для легализации иного имущества заканчивается 23 декабря. Самое главное сейчас не допустить нарушений каких-то. Их вроде не было у нас, знаете, таких нарушений. Но учитывая то, что акция закончится и придут, наверное, проверяющие органы, да будут еще весь следующий год проверять на соблюдение сроков, на соблюдение законодательства и так далее. Еще раз внимательно все проанализировать и посмотреть. По итогам совещания, первый заместитель Акима области Ассалбек Дусибаев дал поручение уполномоченным органам активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения области, а также ввести особый контроль за работой комиссии по легализации и не допускать нарушений сроков рассмотрения заявления граждан. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Карагандин наградил своего преемника Юрия Михолю и других участников недели самоуправления. В городском Акимате подвели итоги конкурса самоуправления, в который приняли участие активные школьники и студенты шахтерской столицы. Напомним, 13 девушек и юношей получили возможность попробовать себя в роли чиновников. Самым сложным испытанием для них стала работа на должностях городоначальника и его заместителей. Татьяна Гордеева – студентка третьего курса Политехнического университета. Она будущий синоптик. Татьяна стала участницей акции самоуправления совершенно случайно. Поучаствовать в конкурсе, 20-летние девушки посоветовали друзья. Написав эссе о формах и преимуществах самоуправления, она без проблем прошла во второй этап. Таня посчастливилась поработать на посту Ирины Любарской. То, что мне понравилось, это целеустремленность, уверенность в себе. Она знает, чего она хочет. Она четко знает работу каждого структурного подразделения. И она четко знает свою работу. Очень работает у нее команда, работает в слаженной системе. Это очень… с нее хочется брать пример. Нурлана Убакиров лично поздравил активистов. Он вручил им грамоты и памятные подарки. Приемнику, 16-летнему Юрию Михули и другим своим молодым заместителям он подарил планшеты. В поздравительной речи градоначальник пожелал молодежи быть профессионалами своего дела и найти работу, которая будет доставлять им удовольствие. Вы определяете свой план работы, свои мероприятия, и вы увидите тот конечный результат. А конечный результат, я думаю, он один. Это процветание нашей Родины, это нахождение каждого. Каждый из вас должен найти свое место под этим солнцем, и каждый должен выполнять работу, которая ему по душе. Цель конкурса – формирование положительного имиджа госслужащих среди молодежи и улучшение профориентационной работы. А по итогам первого этапа мы выявили трех участников, чтобы они практиковались, были ассистентами именно под руководством заместителя Кима города Караганды. И по итогам второго этапа у нас Михуля Юрий, он стал победителем, и ему удостоилась честь быть ассистентом Кима города 21 ноября. И сегодня мы подводим итоги, награждаем всех победителей. Конкурс самоуправления проводится в Караганде третий год подряд. С каждым годом, по словам организаторов, число участников становится все больше и больше. Айом Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. От Карагандинской области выбрали 10 делегатов, которые примут участие в Республиканском гражданском форуме. Минувший понедельник в Доме дружбы провели конференцию в честь 25-летия независимости республики и решили, кто будет представлять наш регион. В Караганде состоялась 12-я областная конференция НПО. Сектор неправительственных организаций стремительно развивается. В начале 2000-х годов в области было всего 200 организаций. На сегодняшний день зарегистрировано около 1200. Об их постепенном развитии и о взаимодействии государственных органов и НПО Карагандинского региона рассказал заместитель Акима области Жандос Абишев. Но во главе неправительственных организаций не должны стоять случайные люди, которые рассматривают гранты как способ зарабатывания. Социальный заказ прежде всего нацелен на повышение качества жизни граждан без ориентации на получение материальной прибыли в чистом виде. Надо развивать сельские НПО. Представители третьего сектора должны быть конкурентно способны. Считаю, что для этого у нас имеется достаточный потенциал и оба. В ходе конференции выбрали 10 делегатов из Карагандинской области, которые отправятся на республиканский форум с предложениями и рекомендациями в различных направлениях. В процессе всего дня у нас будут и доклады, и вторая часть конференции. Делегаты останутся именно представители НПО. И у нас будет возможность еще доработать наши рекомендации с тем, чтобы наши делегаты эти рекомендации озвучили на гражданском форуме. У нас здесь были представители неправительственного, некоммерческого сектора, представители этнокультурных объединений, представители госорганов, начальники управления Карагандинской области, зам Акима области. В день конференции в 18 городах Карагандинской области открылись ресурсные центры гражданского альянса. Такие центры будут работать и с государственными органами, и с неправительственным сектором. 25 ноября в Астане состоится гражданский форум, где соберутся более 400 делегатов со всего Казахстана. Достижения Карагандинской области за годы независимости. Историческая выставка открылась в холле Дворца культуры горняков. Свои уникальные экспонаты представили сразу три музея. Областной и Цемиртауский, краеведческие музеи и музеи изобразительного искусства. История Карагандинской области чрезвычайно обширна. На выставке представлена лишь малая часть экспонатов, иллюстрирующих различные исторические этапы. Сразу три музея приняли участие в выставке. Областной, краеведческий, темиртауский историко-краеведческий музеи и музей изобразительного искусства. Цель экспозиции – представить экономическое и социальное развитие региона. Открывает выставку «Золотой человек» и находки археологов. Тут все уникальное. Состоит из десяти блоков. Уникальный, я могу сказать, что «Золотой человек», который не в каждой области найден. На сегодняшний день в Казахстане четыре золотого человека найдены. Одна из них в нашей области, в районе Талды-2, была найдена «Золотой человек». Я так думаю, в VII-VIII веке он был тогда еще акимом Карагандинской области, наверное, первый аким. Можно похвастаться, другие области не могут похвастаться. Это большая история. И это, наверное, тоже связано с нашей независимостью. Особо стоит отметить экспонаты, выставленные музеем изобразительного искусства, портреты шахтеров и металлургов, живописные работы о трудовых буднях нашего края. Здесь представлены работы из фондов музея, написанные в разные годы. Мы попытались показать достижение истории вообще становления Карагандинской области и, естественно, достижения, с которыми мы сейчас пришли на данный момент к 25-летию независимости Казахстана. То есть это и производство, и угольная, и металлургия. И все это отражено как в экспонатах, как в фотографиях, так и на наших картинах. То есть можно посмотреть историю становления города, можно посмотреть историю становления Карагандинской области, развитие индустрии, развитие культуры. Организаторы выставки отмечают, что экспонаты подбирали со всей ответственностью. История Карагандинской области большая, но требовалось отразить самое главное. А главное – это звездные 25 лет независимости. В Караганде состоялся фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов. Кто-то недавно приехал с международных конкурсов, а кто-то впервые вышел на сцену. Многих участников наградили дипломами и грамотами. Тулеова Адина и Габдулина Гаухар учатся в областной специализированной школе-интернат номер один для детей с нарушением зрения. Девочки – победительницы республиканских и международных конкурсов. Гаухар недавно приехал из Москвы, где проходил фестиваль Дианы Гурцкой. На сцене театра музыкальной комедии Адина и Гаухар исполнили песню «Астана». В фестивале принимали участие не только дети с ограниченными возможностями. Для них выступили городские, вокальные и танцевальные коллективы. Красивый и эмоциональный аварский танец продемонстрировал ансамбль «Хайдак». Здесь выступают дети, обладатели гран-при, победители международных республиканских конкурсов. А также вместе с детьми принимают активное участие в поддержке детей этих. Принимают участие танцевальные коллективы города. Ансамбль «Хайдак» народов Кавказа, степ-группа «Алтан-Батыр», концертное объединение «Калибайжанова». Маленькие артисты не прекращали удивлять зрителей своими талантами. На сцене выступали не только с песнями и танцами. Дети показали свои артистические способности. Сегодняшнее мероприятие проводится благодаря членам Казахстанской ассоциации предпринимателей, а также членам Гражданского совета города Караганды. Данное мероприятие посвящается непосредственно 25-летию Содня независимости Республики Казахстан. Праздничный концерт в честь 25-летия независимости Республики Казахстан закончился вручением грамот и подарков. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Мансово Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова